КАДИС Уникальное наследие, изящная архитектура сейчас манят туристов наравне с Атлантическим океаном и Средиземным морем. Вода омывает полуостров с трех сторон. И впервые КАДИСу с этими шикарными песчаными пляжами было доверено право проведения крупного турнира по бич-сокеру, европейской квалификации на Мундиале. Потрясающая атмосфера, болельщикам все нравилось. Турнир организован очень-очень хорошо. Ну и естественно было комфортно играть. Стадион, на котором 21 сборная разыграли четыре путевки на чемпионат мира, появился в КАДИСе всего три недели назад. Эту мобильную арену привезли из Назаре. Так как здесь хорошее качество песка, то нам нужно было привезти только конструкцию самих трибун по периметру. Шесть грузовых машин приехали в Испанию из Португалии. Пять строителей стадиона приехали сюда из Португалии для работы. Также один технический специалист из Германии. Плюс еще помогали десять местных в возведении этой конструкции. Вообще вся квалификация длилась 10 дней. И если первый групповой этап прошел при отличной погоде, а этот спорт все-таки про летний вайб, музыку и солнце, то вторую стадию сопровождали дожди. Из-за шторма накануне организаторам пришлось экстренно менять расписание. Потому некоторые матчи, в том числе один белорусский поединок, в это воскресенье не состоялись. Наши пляжники к вызовам, которые преподнесла небесная канцелярия в Испании, отнеслись философски. В Беларуси мы часто играем в дождь и в России, поэтому, я думаю, ничего страшного. В каких условиях будет игран матч, нам все равно у нас только одна цель – это выходить, побеждать, доказывать и выходить на чемпионат мира. И отрадно было замечать и на протяжении всей евроквалификации среди болельщиков – земляков. Съемочная группа главного эфира повстречала семьи, которые следуют за сборной по международным турнирам вот уже 10 лет. Именно столько суперактивно развивается пляжный футбол в стране. Потому что у нас хорошая команда, потому что она сильная, потому что пляжный футбол вообще очень интересная игра, потому что мы любим ее. Мы не пропускаем практически ни одного чемпионата мира. Участвуем во всех международных турнирах, поддерживаем наших ребят. Мы считаем это необходимо. Мы влюбились в этот пляжный футбол. Он в текущий момент – это гордость наша, это наш бренд на мировой арене. Этот бренд надо поддерживать и развивать в стране. Это все-таки патриотизм для меня в первую очередь. Очень интересный вид спорта, не везде развит. И гордость за то, что мы пробуем и делаем огромные успехи. Отсюда и большой интерес. Мы очень хорошо выступаем. И это все-таки вот этот огромный, мощный десятилетний труд команды, организаторов, кто поддерживает этот вид спорта. И мы молодцы. Белорусы прошли большой путь становления в пляжном футболе. Начиналось все около 20 лет назад на Минском море на пляже номер 5. Но сейчас эта сборная в стране – одна из самых успешных среди игровых видов спорта за последние годы. Регулярно с международных турниров парни привозят медали. Это отражается и в мировом рейтинге. Наша дружина шестая, а всего в табеле порядка 90 команд. Мы знаем, что Белорусская федерация пляжного футбола очень профессиональна и активна. И результаты мы видим здесь прямо сейчас. Команда выступает замечательно. Вы открываете новые таланты, новых игроков. Поэтому мы, как Всемирная организация пляжного футбола, на 100% уверены, что работа ведется правильно по развитию вида спорта. Тут нет одного компонента, который дает результат. Наверное, все в совокупности. Тренер, игроки, руководство, министерство спорта для нас создали хорошие условия. Мы постоянно тренируемся, постоянно находимся в боевой готовности на любой турнир. Хорошо, что мы участвуем в международных турнирах и показываем результат. Хотелось бы, чтобы были и домашние этапы, чтобы болельщики пришли уже на стадион национальный и смогли бы ощутить всю красоту белорусской сборной пляжного футбола. Таким образом, на турнире белорусы не оставили шансов сборным Бельгии, Молдовы, Швейцарии. Раунд 1-8 финала дружина прошла без борьбы, так как команда Литвы отказалась играть вследствие, чего ей засчитали техническое поражение. Ребята допустили лишь одну осечку с итальянцами, а накануне достигли важнейшей победы над датчанами, которая и принесла заветную путевку на чемпионат мира. Чемпионат мира, где всего выступят только 16 команд, пройдет в начале мая грядущего года в Виктории. Столица Сейшельских островов. Таким образом, сезон в пляжном футболе, официально завершенный для нашей сборной, он был неплохим. Вначале команда стала четвертой на Мундиале в Объединенных Арабских Эмиратах. После завоевала бронзовые медали на Евролиге, а это аналог чемпионата Европы. И вот здесь случилась четвертая квалификация на мировое первенство. Говорят, аппетит приходит во время еды. Так растут и амбиции. Футболисты поделились с нами своими мечтами. Выступить на чемпионате мира лучше, чем мы выступили на чемпионате мира в Дубае. Футбол, все может быть, но цель у нас только одна, это на грудь надеть медали. А еще будет лучше, если мы наденем золотую. Что ж, загадываем желание. И мы. Ведь мечтам свойственно сбываться. Все это время поддерживали нашу сборную в испанском Кадисе. Кристина Камыш, Александр Олешко и вся команда главного эфира. Субтитры создавал DimaTorzok